Здравствуйте! На последних уроках мы ознакомились с главными конструкциями для реализации циклов в C-Sharpе. While, Do, While и For. Сегодня мы расширим эти знания. Мы изучим две команды Break и Continue. Команда Break позволяет нам сразу же выйти из цикла. Команда Continue позволяет нам перейти к следующему витку цикла. Для примера мы рассмотрим простейший цикл For, который распечатывает все числа от 1 до 100. В случае же, если I равняется 20, мы выполним команду Break. Обратите внимание, при вводе команды Break она выделяется серым светом, так же, как и цикл For. Это подсказка Visual Studio, которая говорит нам, к какому именно циклу относится команда Break. После команды Break программа сразу же перейдет к выполнению следующей строчки после окончания цикла For. Если мы введем после нашего цикла еще несколько команд, то после слова Break мы сразу же перейдем к выполнению команды Console WriteLine. Закомментировав строчки с командами If и Break, мы получим распечатку всех чисел от 1 до 100. Если мы сейчас вернем эти строчки, то когда I достигнет значения 20, мы его распечатаем, затем убедимся, что условие I равняется 20, выполняется и выполнен Break. Побег из цикла Break from the Loop. Все так, как мы и описывали. Программа доходит до 20 и распечатывает End of Loop. Еще раз обратите внимание, Break не выходит из программы, а выходит только из цикла. Следующий пример демонстрирует нам использование команды Continue. Если I модуля 3 равняется 0, то есть I делится на 3 без остатка, то мы не продолжаем выполнять команды блока цикла, а переходим к его следующему витку. То есть мы не будем распечатывать I, а сразу же перейдем к увеличению I на 1.